Знакомьтесь, это Дана Вайт, президент бойцовской лиги UFC. Привет, чувак. Есть пара вариантов, есть один человек. Да, пожалуй, мы могли бы его подписать. Это потрясающий талант на самом деле. Да, за него борются многие промоушены, мы должны увезти его у Bellator и Ryzen. Да, пожалуйста. Как его зовут? Карен Пашкян. Карен, да, я слышал о нем. Пожалуй, я сегодня позвоню ему прямо во время пресс-конференции, посмотрим, что он скажет. А вот и наш сегодняшний герой, знакомьтесь, Карен Пашкян. Чемпион Евразии по ММА. Победитель турнира ADCC Asia. Спортивный врач, рефери, меценат и тренер чемпионов. Карен начал свой путь к успеху еще задолго, как появились 90 процентов его фанатов еще в давнем детстве. Отец отдал его на Тайквондо, где он умудрился получить черный пояс. Однако путь к успеху был довольно тернист. Карен перепробовал много видов спорта, однако в конце концов он все-таки остановился на ММА. Сейчас у Карена есть своя академия МАССЕ в центре Алматы. Но это не мешает ему быть, оставаться самым желанным кандидатом для подписания во многие топ промоушены. Я не боец, сука, я уличный, я сразу, блядь, решу вопрос, нахуй. Вы мои, сука, интервью выбраете, бои какие-то предлагаете. Какие бои, нахуй? Хочешь сразу подъезжай нахуй в любой зал. Брось бы ему любого, нахуй. Я тебе еще раз говорю, вот ее мои интервью. Ебалово всех, друг, нахуй. Кого поймаешь, ломаешь, сука, на глаза мне не попадаешь. Да, да, хорошо. Да, сегодня я опять звонил Карену и потерпел фиаско. Посмотрите, вот что он мне написал буквально пару минут назад. Чейл Сонен, боец ММА. А, вы знаете, конечно, да вы, конечно, все знаете, вы всегда все про меня знаете, потому что я Чейл Сонен. Так вот, что я хотел сказать, ну, Карен Пашикян. Да, это тот чувак. Я мог бы назвать его своим учителем, но он меня никогда ничему не учил. Я мог бы назвать его своим отцом, но никогда не трахал мою мать. Но для меня он все-таки самый близкий человек, которым мог бы быть. Почему? Потому что именно на его треш-токе я учился. Именно благодаря ему я являюсь тем, кто я сейчас есть. И, возможно, даже я вам бы не стал об этом говорить, но именно Карен, тот человек, который частенько тренировал меня по борьбе, это тот человек, тот человек, на чем, мать, я вырос. Блядь, я не могу больше говорить, я могу расстроиться. Джероган, комментатор UFC. Да, Карен Пашикян, это довольно известная личность, я бы сказал, что он даже легендарный в какой-то мере. Вы видели его бой за титул чемпиона Евразии по ММА? Да, по-моему, он там дрался тогда с Маратом Скаровым. Этот парень, он просто зверь. Он настоящий лев, он не дает компромиссов в бою. Его, по-моему, вообще невозможно сломать. Это просто потрясающий атлет. Это просто настоящий боец. Алистар Овери боится UFC тяжелое. Скажи, Алистар, ты ведь знаком с Кареном Пашикяном? Вас неоднократно видели вместе, ты даже упомянул, что он имеет какое-то отношение к твоему тренировочному процессу? Да, конечно, Карен, Карен, это мой давний знакомый. С тех пор, как UFC ввели политику, как бы вам правильнее так сказать, ужесточение антидопингового контроля, Карен стал, можно сказать, он стал членом моей семьи. Он помогает мне преодолеть некоторые проблемы, связанные с выходом в октагон. Он помогает мне оставаться чистым, и прекрасно всегда, всегда он прекрасно подбирает для меня диету и спортивный курс. Эй, знаешь, Джо, Карен рассказывал, что он привел все свое детство в гетто, что первые его 200 боев не были ни официальными, ни даже любительскими. Он говорит, что у его соперников никогда не возникало вопроса, у кого какой рейтинг на Шердоге. Однако, Карен все-таки смог выбиться в профессионалы. Он смог стать тем, кем он является сейчас. Что ты можешь вообще сказать на этом? Ну, как я уже повторялся, Карен это живая легенда. Это воплощение бойца ММА таким, каким он должен быть. Это идеальный бойцовский интеллект, это идеальная скорость, растяжка. Это партер, ударная техника, все-все это Карен. Возможно, единственный, кто мог бы с ним потягаться в паунд-фаунд, это, естественно, Джон Джонс. Но вы сами понимаете, Джон Джонс, он довольно нестабильный. Чего не скажешь о Карене. Многие, очень многие бойцовские лиги хотят подписать Карена Пашикяна. Именно этот человек может стать идеальным дополнением к Ростеру. Именно этот человек может пройти весь дивизион, взять титул и очень долго его удерживать. Но Карен остается непреклонным беспринципным. Ведь он знает, что его главный бой еще впереди. Его главный соперник только готовится. Его главный соперник готов выйти с ним на ринг.